Всем привет! Сегодня 27 апреля, Московская область и раннее утро. Я специально выехала в 6 утра, чтобы в деревню приехать пораньше, но уже из Москвы такие ужасные пробки в область. Я думаю, что через часа 2, наверное, будет все 10 баллов. А я приехала рано, потому что я хочу высадить рассаду томатов и перцев уже в теплицу, в грядке. Почему? Потому что в видео я вообще говорила, что буду высаживать 1 мая, но планы мои изменились после вчерашнего моего приезда в деревню. Потому что я вчера приехала полить томаты, перцы и ужаснулась. У меня чуть сердцем плохо не стало, потому что меня не было 3 дня. И земляной ком у всех растений, у перцев и у томатов был как камень. Потому что у нас сейчас в Московской области стоит такая ужасная жара, такая засуха, что мне кажется, вот эти все... всю мою рассаду нужно вообще поливать каждый день. Причем солнце у нас светит, знаете, не так просто жарко, а солнце такое выжигающее, очень яркое. Поэтому рассада себя чувствует не очень комфортно. Листья у перцев все завяли, томаты поникли, ну потому что они из земляного кома просто взяли всю воду, которую возможно. Я думаю, что я не буду свои растения мучить. И есть у меня такая возможность высадить, конечно, пораньше. Я немножко поднапрягусь, но зато я высажу и буду спокойна. Конечно, у нас сейчас передают похолодание небольшое, но не минусовое, просто что будет чуть-чуть попрохладнее. Все равно, что в грядках растение себя будет чувствовать более комфортно. Ну и вчера это было что-то. Слава Богу, у меня хотя бы цветы замульчированы. Они были в самом лучшем состоянии, потому что влагу держит. И плюс у меня здесь еще гидрогель. Все хорошо. Сельдерей вообще весь поник, потому что маленькое количество земли. Видите, некоторые листы так и не отошли после засухи. В общем, я все здесь вчера заливала по полной программе. В мешках все тоже хорошо, потому что замульчировано. Перцы все поникли, но, слава Богу, все отошли, потому что это было что-то вчера. Единственный перец у меня не отошел. Это вот такой рамиро красный. Потому что у меня, видите, он также остался в рассадном пакете. Я не успела его высадить в мягкий контейнер, большой объем земли. И он, конечно, все ему, видите, уже лист падает. Я его с такого растения толка уже не будет. Поэтому не буду я его высаживать. Вот, получается, у меня один перец пропал. Ну, в общем, я сейчас буду выносить все цветы. Перцы я перенесу в другую стеклянную теплицу, где они у меня будут расти. А в этой теплице у меня только томаты. Сейчас я все лишнее уберу. Расставлю томаты по своим местам, как они будут расти. В общем, у меня сегодня работы очень много, но мне нужно обязательно сегодня высадить. Выточила из теплицы всю лишнюю рассаду. Расставила высокорослые томаты примерно на том расстоянии, на котором я их буду высаживать. Это около 40 сантиметров. В общем, и не густо, и не редко. Веду я томаты в два стебля. Это отлично. Здесь у меня еще вот они томаты, которые я посажу в ноги. Это ранеспелые, низкорослые. Я уже начала делать лунки для высадки рассады. В комментариях мне как-то спрашивали, удобно ли высаживать томаты при уже наличии мульчи на грядке. Скажу так, для меня это не проблема. Я ее аккуратно, вот смотрите, отодвинула, сделала лунку, высажу растение, прикрою землей и также опять накрою мульчу. И все. Я думаю, здесь ничего сложного нет. Глубину лунки я делаю в зависимости от рассады, как она выглядит. Здесь у меня вообще она не вытянувшаяся, но в принципе у меня вся рассада в этом году отличного качества. Заглублять буду всего лишь на 3-4 сантиметров, не более. Конечно же, я хорошо проливаю. В одну лунку я выливаю не менее одной лейки воды. Почему так много? Потому что в ближайшую неделю после высадки я томаты не поливаю. Вот насколько уходит вода, столько я ей поливаю. Высаживать буду, грубо говоря, в грязь. Вот она сейчас уйдет, вода немножко впитается, я опять налью. В общем, по одной лейке. Это практически 10 литров воды. Ничего не кладу в посадочную ямку. Земля у меня здесь отличная, заправленная. Я хотела добавить мясокосную муку, потому что в рекомендациях мне попадает, что люди сейчас добавляют в каждую лунку муку. Или мясокосную, или кровяную. Я не знаю, как она действует на растения. Я знаю, что при добавке в пищу животным она отлично работает. Как она работает на растениях, я не знаю. В общем, хотела добавить, потом думаю, а смысл мне добавлять, тратить деньги? Она, между прочим, не такая уж и дешевая. Поэтому земля у меня жирненькая, не истощенная. Не буду ничего добавлять. А в течение лета, конечно, я подкармливаю зеленым удобрением и развожу гумат калия. Все. Я думаю, что этого достаточно будет. Итак, вода ушла. Вчера я пролила всю рассаду. Но вообще я люблю проливать за 2, за максимум 3 дня до высадки, потому что из рассадных пакетов тогда земляной вот этот ком, он хорошо выходит. А так слишком влажноватый, конечно, но выхода другого не было. И сейчас я просто в грязь высаживаю рассаду, слегка заглубив, совсем немножко, на 3-4 сантиметра. Обжимаю возле стебля обязательно. И также аккуратно возвращаю мульчу на место. Я еще соломой сюда подцеплю. Я вчера привезла солому. И потолще слой у меня здесь будет. Все сорта томатов я обязательно подписываю, потому что беру свои семена. Хотя вот в этом году у меня настолько разные сорта. Плоды различаются и по цвету, и по форме, и по массе. Но все равно буду подписывать. Здесь несколько причин. Первое. Я хочу видеть в глаза каждый сорт, как он развивается, какой у него лист. Я это запоминаю, потому что я в конце сезона всегда делаю обзоры на свои сорта томатов. И по второй причине, что ко мне очень часто приезжают в гости, обязательно заходят в теплицы. И заходя в теплицу, человек сразу увидит, какой сорт. Саму бирку я вырезала кусочек из пластиковой бутылки. Это, наверное, из-под кефира. Написала номер сорта. Кратко название сорта. Сделала дыроколом отверстие. И прикрепила сюда ниточку. Это капроновые колготки. Она очень эластичная. И не оставляет следов на стебле. И по мере роста она очень мягкая и деликатная. Я пробовала раньше делать, вставляла вот эти бирки в землю. Но те, кто мульчирует, это неудобно. Бирки очень быстро теряются. А здесь все хорошо держится. И по мере роста стебля здесь не будет впиваться в сам стебель вот эта ниточка. Это капрон. Он хорошо тянется. Мне это очень понравилось. Вот таким образом я буду засаживать сейчас всю теплицу. Субтитры сделал DimaTorzok Высадила я томаты в эту теплицу. Сейчас уже 6 часов вечера. В общем, сегодняшний весь день я посвятила теплицам. Все высадила. Конечно, очень сильно устала. Но другого выхода у меня не было. Здесь оставила лук на рассаду. Вот как раз лук я буду высаживать 1-2 мая. Обязательно. Я посмотрела такой хороший уже у меня лучок. Смотрите, толстенький такой. Я его уже давно не подстригала и не буду до самой высадки. Томатики у меня такие аккуратненькие. Подсыпала свежие соломки. Потому что не хватило. Слишком тонкая мульча получалась. Лучок у меня тоже здесь на перо хорошо стал расти. Оставила я кашпо с петуней здесь у меня пока. Сельдерей. Тоже его просто в срочном порядке буду на майских праздниках высаживать. Не хватает земли. Уже мучается. Честно сказать, аж печально на него смотреть. Ну, ничего не поделаешь. Все томаты у меня подписаны. Все аккуратненько. Занавешиваю по всему периметру. Я уже рассказывала, это агроспан. По-моему, он так называется. 17-я плотность у него. Здесь у меня висят кашпо с цветочками. Решила их здесь оставить для лобеля. У меня всего лишь 3 подвесных кашпо. Пускай висят. Как раз здесь будет затенять. И они не будут гореть. И у меня здесь еще рассада. Это томаты. Низкорослые, раннеспелые. Это для открытого грунта 10 штучек. Единственное, сегодня времени не хватило у меня рассадить цветы. Но буду рассаживать на днях. Это однолетний георгин. И здесь у меня еще лобелия цветет. Вот такая красивая. Тоже здесь оставила в этой теплице. В общем, высадила я все томаты. Использовала и воду. В бочках я уже говорила. Набираю, оставляю в теплице. И она в течение дня греется. И довольно-таки теплая. И я, чтобы высадить томаты, потратила полторы таких бочек. Они 200 литровые. И к тому, что я очень хорошо проливаю лунку перед высадкой. Чтобы потом томаты не трогать неделю. Вот я их неделю точно не буду поливать. Подвязывать я сразу никогда не подвязываю. А подвязывать буду через неделю. Потому что они еще, свежепосаженные томаты, они не устойчивы в земле. А вот через недельку уже корешки схватятся с землей, укоренятся. И тогда буду уже подвязывать. Потому что они шаткие. И лишний раз их опять дергать, я думаю, ни к чему. Перцы я сегодня тоже высадила. Сейчас я вам покажу. Это вторая стеклянная теплица. Она поменьше. Здесь два автоматических окна на крыше с этой и с этой стороны. Одно механическое там в торце. И тоже вся по периметру закрыла агроспаном 17-й плотностью. Перцы сегодня высадила сладкие все. Будет у меня две грядки перечных. Накрыла, конечно же, солома мульчой тоже. Грядки лунку посадочную очень хорошо проливала. Сегодня привезла еще я базилик. Вот зеленый тоже я его здесь высадила. В теплице отлично растет базилик. И именно вот с перцами и с баклажанами он хорошо растет. В прошлом году у меня прям заросли были. Ну, в общем, побольше я так посадила, потому что все равно выпады будут. Базилик он такой, культура нежная. Вот перчики все-все-все повысаживала. Здесь у меня базилик по периметру. Конечно, высадила. Здесь у меня горошек зеленый. Вот он он. Для открытого грунта еще рано высаживать. А здесь в теплице самое то. Три кустика всего лишь. Это так побаловаться. Здесь у меня мягкие контейнеры. Это перцы. Перцы здесь у меня острые. Конечно, когда будет тепло, это все вынесется и будет это расти все на улице. Здесь у меня два острых, а остальные все перцы сладкие. Вот сегодня досадила здесь у меня по два штучки. Тоже посадила и замульчировала. Все цветут и пахнут замечательно. Здесь у меня перчинка уже растет. Смотрите, уже какая большая. Это не острый перец, это перец рамира красный. Это семена мои. Свои собирала. Так что у меня здесь еще растет. Тоже высадила. Вот он базилик зелененький. На днях еще посеют уже. Буду высаживать. В теплице все-таки он лучше растет. Здесь у меня салат посеян. Села. Ну и здесь у меня уже зелень. Смотрите, какая уже большая. Здесь у меня и рукола, редиска уже наливает. Корнеплод хорошо. Шпинат прям хорошо-хорошо взошел. Горчица всходит. Я думаю, что 1-2 мая мы можем смело срывать шпинат на еду. Потому что хорошо нарастает. Сейчас я тем более прикрыла, притянила. Вообще будет хорошо расти. Все это редисочка. Редиска что-то как-то здесь особо не взошла лысенька. А здесь у меня укропчик растет. Значит, шпинат я уже еще посеяла в мобильную грядку. Просто взяла ящик. Такой для фруктовый ящик. Застелила черным агроспаном. И посеяла туда шпинат еще и кориандр посеяла. Здесь у меня тоже рассада салата. Какая-то не ахти, но не выбрасываю. Пускай растет. Вот так у меня выглядит теплица. Тоже здесь у меня бочка обязательно стоит. Вода греется. Здесь у меня картофель прорастает уже. Пошли вот такие отросточки красивые. Картофель, я уже говорила, картофель у меня тоже будет расти в мягком контейнере. Потому что мы сажали в открытый грунт просто, как по старинке, грубо говоря. Некому ухаживать. Не то, что некому ухаживать, а некогда. Очень много на это и окучить надо, и проследить. Все, я решила попробую. Я в мягких контейнерах приобрела я 50-литровый контейнер. Хочу посадить по три картофельные. И замульчировать, конечно, тоже травой буду скошенной и соломой. Рада, что уже начинает появляться у меня на участке вдоль канавы. У нас канава идет. Там очень замечательно растет крапива. Вот я уже посмотрела, она начинает нарастать. Потому что к середине майским праздником я буду высаживать тыквы, кабачки и огурцы. И мне нужна крапива. Потому что я в посадочную ямку добавляю крапиву. Так что вот так. Устала я и я сейчас поеду домой. Завтра великий праздник. Пасха. Я еще напекла куличи вчера ночью. Я 12 часов ночи только пекла. Сегодня утром я украшала куличи. И еще и успела сюда приехать. Так что у меня вот эти два дня очень тяжелые. А я хочу вас поздравить с наступающим праздником. Пожелать вам всего самого хорошего. И всем пока.